В эфире программа День города в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите «Раз, два, три, елочка гори» в администрации города рассказали о праздничных мероприятиях. «Замуж за Новый год» – необычный квест прошел в нашем городе. Наркоманы «Березка» – свидетелями неравной борьбы стали рязанские полицейские. И обо всем подробнее. В воскресенье 13 декабря в Музее истории воздушно-десантных войск состоялось торжественное мероприятие по передаче музея боевого знамени первого воздушно-десантного полка Франции в рамках международного культурного и художественного проекта «За веру и Отечество». Передавал боевое знамя ветеран этого полка Марок Савье. В торжественной обстановке ветеран полка ВДВ Франции Марок Савье по поручению полковника Жан-Клода Марии передал знамя командующему воздушно-десантными войсками герою России генерал-полковнику Владимиру Шаманову. В 1935 году на стажировку прибыли два офицера французских вооруженных сил Желле и Дюрье. По окончанию учебы получили свидетельства, которые давали им профессиональное и моральное право обучать парашютному делу своих товарищей. Поистине многое объединяет Россию и Францию как два суверенных, независимых и гордых государства, находящихся в Европе. Были моменты и периоды, когда нас разделяли неприязнь и мы были противниками, но больше, наверное, то, чего объединяло и духовно, и исторически две наши великие нации. Все французские десантники, они наследники, ну, вот это советский тренинг, который получили наши офицеры. Можем добавить, что после этого тренинга они потом строили во Франции первый лагерь, чтобы тренироваться, и тогда Советский Союз отправил советники, чтобы их помогать. Это элитное подразделение принимало участие во многих операциях Второй мировой войны. Франция, Индокитай, Алжир. После войны полк принимал участие во всех военных операциях Франции. Чад, ЮАР, Афганистан, Камбоджа, Мали и Гаити. Со времени своего образования в 1943 году погибли 1048 офицеров и унтер-офицеров-десантников. Выполняя свой долг перед Францией, сотни были ранены под знаменем своего полка. Решение о передаче знамени было принято еще летом текущего года. В начале стяг попытались переправить официальным путем, но таможенная служба, вначале французская, а потом и российская, воспротивились этой инициативе, нашли изъяны в оформлении сопроводительных документов. И тогда курьером на свой страх и риск выступил ветеран-десантник Франции Марок Савье. Он просто сложил аккуратно знамя и перевез его в хозяйственной сумке. К Савье понимал, что он не сувенир в музейную экспозицию везет. Есть, по его мнению, у этой благородной инициативы французских десантников высший смысл – единение двух народов, а знамя – символ этого единения. На днях состоялась итоговая конференция Рязанского регионального отделения ОНФ. Оценивалась работа за минувший год. Обсуждение велось по тематическим площадкам, в рамках которых рассматривались экологические, экономические и социальные вопросы в разрезе на рязанской действительности. Подробности у Ивана Крестьянинова. В ходе обсуждения фронтовики затронули наиболее актуальные темы регионального уровня. В число таковых, в частности, вошло выделение участков для многодетных семей, застройка салочи, реконструкция отчестных сооружений Рязани, налоговая политика в отношении малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. Обсудили и наболевший вопрос о передаче на концессию городского водоканала. У ряда участников возникли опасения относительно качества оценки состояния этого предприятия. Полноценности выводов о его финансовой несостоятельности, а также полноты публичного обсуждения этой темы. Все вопросы, внесенные в повестку, обсуждались с участием экспертов, в роли которых выступали те, кого непосредственно касается таяльная проблема. Подобный состав площадок, отметил сопредседатель регионального отделения ОНФ Андрей Красов, является гарантией того, что предложения, собранные по итогам конференции, не останутся в теории, а будут реализованы. Если проблемы у граждан, проживающих в Рязани, в Рязанской области есть, значит, мы не всю свою работу выполнили, как бы, и на этом не заканчиваем. А на самом деле сегодня в течение определенного времени мы сначала на трех дискуссионных площадках поработали. Говорили и о социальной сфере, расширению сети дошкольных образовательных учреждений и создании доступной среды. По данным членов ОНФ, тема отсутствия барьеров в городской среде сейчас продолжает оставаться актуальной. Участники конференции обратили внимание на необходимость улучшения освещения города, корректировку тарифной политики, снижение фискальной нагрузки, а также ставки по упрощенной системе налогообложения до 3%. Также в состав регионального штаба по итогам голосования были включены проректор Рязанского государственного агротехнологического университета Лариса Лазуткина, многодетная мать Евгения Рябова, руководитель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков и депутат Рязанской городской думы Евгений Зызин. Мы, можно так сказать, влили в наш штаб свежую кровь. Она пополнилась сегодня четырьмя новыми членами регионального штаба, потому что проблем много, и поэтому необходимо решать эти проблемы. И нам нужны активные люди, которые действительно не только хотят в лучах славы нашего президента как бы попиариться, но действительно помочь. В завершении конференции определили основные направления деятельности регионального отделения на 2016 год. Основная повестка по-прежнему та же – наблюдение за исполнением чиновниками майских указов президента. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанские полицейские по-прежнему не остаются без дела. На днях сотрудники ФСКН нейтрализовали группу сбытчиков Спайса. А полицейские задержали молодого человека в состоянии наркотического опьянения. Мало того, что находившегося за рулем автомобиля, так еще и покушавшегося на дерево. Криминальные подробности у Оксаны Тебенихиной. Деятельность пятерых участников преступной группы сбытчиков синтетических наркотиков прекращена в Рязани сотрудниками управления УФСКН. По версии следствия, организаторами группы выступили двое жителей областного центра 21 и 23 лет. Изначально молодые люди работали по найму на один из межрегиональных интернет-магазинов по сбыту Спайса. Их задачей являлось распространение в Рязани наркотиков через закладки. Когда сообщникам на реализацию была передана оптовая партия, они прервали связи с кураторами, фактически присвоив криминальный товар и стали распространять его только в своих корыстных интересах. С целью конспирации злоумышленники вовлекли в преступную группу двоих своих знакомых, которые сами употребляли наркотики и имели связи с большим кругом других потребителей. Им как раз отводилась роль непосредственных контактеров с клиентами. Организаторы снабжали их посредников наркотиками через тайники и получили от них выручку по системе электронных платежей. Пятым участником группы стал 24-летний житель Рыбного. Он выполнял поручения по передаче наркотиков посредством закладок розничным сбытчикам, а также сам занялся их продажей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские собрали веские доказательства преступной деятельности подозреваемых и осуществили их задержание. У них было обнаружено более 220 граммов запрещенного вещества, синтетического аналога гашиша. Наркотик изымался из тайника в ходе личного досмотра и обыска в квартире. Следственным отделом управления ФСКН России Президентской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело в связи со сбытом и приготовлением к сбыту наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Проводится расследование. Еще одно нарушение, связанное с употреблением наркотических веществ, было выявлено полицейскими в конце минувшей недели. В субботу утром жители домов на улице профессора Никулина были шокированы серьезным ДТП. Автомобиль врезался в дерево и свалил трехметровую березу на вход в парикмахерскую, расположенную в доме номер 6. Позже выяснилось, что водитель был явно в неадекватном состоянии по характерным признакам, похожим на наркотическое опьянение. По словам очевидцев, автомобиль Сузуки влетел во двор с пешеходного перехода на улицу Чкалова. Машина на большой скорости пронеслась по пешеходной дорожке между домов, а затем круто повернулась и врезалась в березу. От удара трехметровое дерево упало на лестницу, ведущую в парикмахерскую. Лишь по счастливой случайности автомобиль не задел пешеходов, и на лестнице в момент ДТП никого не было. По словам свидетелей, по пути к березе машина промчалась буквально в полметра от женщины с ребенком, идущими по дороге. На место ДТП прибыл экипаж ДПС. Когда водителя вытащили из машины, оказалось, что он явно в неадекватном состоянии. Серьезных травм от удара он не получил, только несколько ссадин на лице. Но, оказавшись на улице, сразу же лег на асфальт, а затем забился в конвульсиях. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Запах алкоголя от водителя не исходило. Инспекторы ДПС по характерным признакам определили, что 30-летний Рязанец в состоянии наркотического опьянения. Речь его была невнятной, и о причинах такой опасной езды он ничего пояснить не мог. Позже в машине была обнаружена трубочка с подозрительным веществом. Исследование показало, что в машине употребляли синтетические наркотики, известные как спайс. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили удостоверение сотрудника одного из рязанских подразделений ФСИН. Однако сам рязанец никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Удостоверение было утеряно три года назад. Сотрудники полиции выясняют, пользовался ли злоумышленник чужим служебным удостоверением в своих целях. Ранее рязанец уже дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Также он четыре раза лишался права управления транспортным средством за езду в пьяном виде. Срок последнего лишения прав истек в мае этого года. В отношении злоумышленника проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Подготовка к Новому году идет полным ходом. Это неудивительно, ведь до главного зимнего праздника осталось всего лишь две с половиной недели. В администрации города сегодня состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в нашем городе, а также о том, что уже 17 декабря зажгутся все новогодние огни в нашем городе. Оксана Тебенихина расскажет подробнее. На конференции журналистам рассказали о том, какие новогодние торжества пройдут в Рязани. Всего к проведению планируется 78 праздничных мероприятий – спортивных, культурных, семейных и общегородских. Старт главному празднику в году будет дан 17 декабря. Парад Дедов Морозов станет первым предновогодним событием. С 21 декабря во всех общеобразовательных учреждениях, дошкольных, во дворцах культуры, учреждениях дополнительного образования начнутся утренники и праздничные концерты. Более 70 тысяч школьников и дошколят станут участниками этих программ. 4,5 тысячи юных рязанцев смогут посетить главное новогоднее представление, которое пройдет в городском дворце детского творчества, дворце молодежи в Муниципальном культурном центре. В новогодние каникулы в Рязани будут работать 40 хоккейных коробок и ледовых площадок, а также 4 лыжных трассы. Для любителей спорта на зимние каникулы запланировано много развлечений. В Рязани пройдет зимняя спартакиада дворовых команд, рождественские гонки лыжников и картингистов, турниры по мини-футболу, настоящему теннису и многое другое. 1746 новогодних подарков получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 300 подарков – дети-сироты, находящиеся под опекой. 250 – дети от Орена. Это отличники, спортсмены, музыканты. Благотворительная елка состоится 25 декабря в приюте. Каждое структурное подразделение администрации приобретает для маленьких жителей приюта подарки по письмам, направленным этими детьми к Деду Морозу. В Рязани к Новому году установят 34 елки. Самую высокую новогоднюю ель горожане увидят на площади Ленина. Ее высота составит 18 метров. По словам участников конференции, подготовка к Новому году выполнена на 98%. Праздничная иллюминация выполнена в едином стиле. Остается лишь настроиться на Новый год. Ведь несмотря на отсутствие главного зимнего атрибута, то есть снега, запах праздничного волшебства так и витает в воздухе. И в продолжении новогодние темы. Необычный квест с интригующим названием «Замуж за Новый год» прошел в нашем городе. В одном из торговых центров минувшую пятницу рязанские невесты боролись за внимание главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Ирина Ковалева стала не только очевидцем этого удивительного события, но и непосредственной участницей. В минувшую пятницу все посетители торгово-развлекательного центра «Премьер» стали свидетелями довольно необычного зрелища. Толпа невест при полном параде бегала по торговым залам, приставая к прохожим с весьма необычными просьбами. То тонущего Леонардо Ди Каприем из Борозии, то хором с ними спой, то роль мужа сыграй, который не хочет покупать кольцо любимой. Но даже если они и никому не приставали, то все равно вели себя более чем странно. Примерно так проходила акция «Замуж за Новый год», приуроченная к открытию мобильного приложения «Свадебный эксперт». Со стороны могло показаться, что девушки были не в себе. Но так как наша телекомпания в моем лице тоже принимала участие в этой акции, то могу заявить с полной ответственностью. Мы просто выполняли задание. И все это ради удачной фотографии. Ну а пока мы проходили веселый фотоквест, на третьем этаже торгового центра зрители наслаждались концертом, принимали участие в конкурсах и получали подарки от мобильного приложения «Свадебный эксперт». В завершение акции сюрпризы ждали и всех участниц. В том числе и наш телеканал, как один из информационных партнеров получил подарок. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи! Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова